Сегодня на библейском портале Экзегет мы будем смотреть воскресное Евангелие об исцелении Гадаринского Бесноватого. И сегодняшнее Евангелие – это Евангелие от Луки, 38-е зачало. И мы будем читать Евангелие от Луки, 8-я голова, с 26 по 39 стих. Это Евангелие начинается словами «И пришли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». «Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах». Теперь давайте посмотрим, как у Марка описывается это же событие. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую, и когда вышел он, то есть Христос, из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Здесь мы видим, что в Евангелии от Луки и Евангелии от Марка описание события совпадает. Но есть отличия описания этого события в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 8-я голова, 28 стих. «И когда он прибыл на другой берег, в страну Гергесинскую, его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Итак, мы видим, что одно и то же событие у Луки и у Марка описывается одинаково, но у Матфея речь идет не об одном бесноватом, а о двух. Как объяснить, как бы вот такое не совпадение? На самом деле здесь нет никакого противоречия, и древние экзегеты устанавливают истину через следующее рассуждение. Один из этих двух доминирует во всем, а другой, он как бы следует за ним в каждом его движении, в каждом каком-то его действии. Поэтому Матфей описывает как бы во всех деталях эту ситуацию, а Марк и Лука, они говорят о том, как вот совершилось чудо, изгнание бесов из этого доминирующего, и тем более злые духи вышли из того, который во всем следовал за ним. Итак, мы видим, что одержимый бесами с давнего времени жил не в доме, а в гробах и в одежду не одевался. По еврейским понятиям места захоронения, это некие такие пещеры, считались, в общем-то, ритуально нечистыми местами, и они обычно создавались, такие места погребения, немножко в стороне от города, а чтобы правоверный иудей никак бы не соприкасался непосредственно с этими местами. И в законе Божьем, в законе Моисеевом, там говорится о том, в каком случае человек может оскверниться от мертвого, если он хоронит там отца или мать, или дочь, он может оскверниться от мертвого, потому что он должен участвовать в погребении. Но были жесткие правила для первосвященников, которые в каждом случае должны были воздерживаться от соприкосновений с мертвым телом. И вот этот бесноватый или эти бесноватые, они живут в гробах. И мы читаем, он, то есть тот, который доминирует из двух бесноватых, увидел Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня? Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». Вот здесь мы встречаемся с таким обращением ко Христу, он называется «Сын Бога Всевышнего». Вот Бога называли Богом Всевышним, как правило, язычники. И мы это видим и в книге «Деяний», и в евангельских повествованиях. Поэтому можем предположить, что Гадаринский бесноватый или два бесноватых, они были из язычников. Итак, он громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». А как Христос может мучить его в этот самый момент? Самим своим присутствием, самим своим видом. Христос причиняет мучения тем бесам, которые обитали в этом человеке, в этих двух бесноватых. Потому что о бесах сказано в послании Иакова, бесы веруют и трепещут. Трепещут, потому что они боятся Бога. И, будучи злые о своем собственном произволении, они трепещут того суда, который ожидает их в будущем. И громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня». И когда мы смотрим, например, Евангелие от Матфея, то здесь уточнение. Бесноватый говорит, сказав то, что Лука воспроизводит, «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». О чем это? Бесы знали, что наступит время, когда они будут заключены в преисподнюю. Когда и дьявол будет скован и заключен в преисподнюю, и бесы вместе с ним. Кстати, это происходит на Голговском кресте. Когда Сын Божий восклицает «свершилось», имеется в виду то, что свершилось окончательное пленение дьявола и сил зла. Давайте посмотрим, как об этом говорится в книге «Откровение» Анна Богослова. Это 18 глава с 1 стиха и ниже. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его». Величие божественных посланников всегда причиняют страдания нечестивым. И нечто подобное. Глава 20 с 1 стиха и ниже. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей». По истолкованию отцов церкви этим ангелом является сам Христос. Здесь слово «ангел» означает «вестник». Христос – это больше, чем ангел. Он сын Божий, он сам есть Бог. Но здесь он выполняет миссию по поручению Бога Отца. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змеи древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет, после же сего ему должно быть освобожденным на малое время». О чем это? «На кресте своими страданиями Сын Божий сковал дьявола, и он сковал все его воинство как бы цепью огромной и заключил их в преисподнюю». И после того, как Христос восклицает «свершилась победа над силами зла», с этого момента силы зла находятся в состоянии более чем стесненным. И тысячелетие Христа или Царство Благодати продолжается до сих пор. Число тысяча – это символическое число. А по прошествии тысячи лет силы зла будут отпущены на свободу. Это когда произойдет воцарение Антихриста. На малое время, на три с половиной года, они будут действовать не сдерживаемы и не ограничены никак. В этом принцип божественной справедливости. Сын Божий проповедует три с половиной года, и Антихрист получит возможность проповедовать три с половиной года. А каждый человек должен делать свой выбор между Христом и Антихристом, между Христом и Велиаром, между Христом и Дьяволом. Итак, мы читаем далее. «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека». 29 стих 8 главы Евангелия от Луки. «Потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». Здесь мы видим, что люди, чтобы защитить этого бесноватого, этих бесноватых, от самих себя и от злых духов, они связывали их цепями, чтобы они не нанесли вред себе. Потому что люди понимали, что в таком состоянии этот человек бесноватый представляет угрозу для самого себя. И если этих бесноватых не связывать, они могут причинить вред самим себе. Но он, этот бесноватый, разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Как мы знаем, бесы пленных не берут. Если дьявол цепляется за какого-то человека, он хочет уничтожить его, изничтожить его до самого конца, до момента смерти и ада преисподней. И возникает вопрос, почему же бесы, которых было много, они не смогли погубить этих бесноватых или этого бесноватого. Конечно, это не без промысла Божьего, потому что Господь проявляет заботу о всем своем творении. Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него. То есть это целое войско бесов, демонов, которые наполняли этих гадаринских бесноватых. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, то есть раньше времени, хотя они знают, что это неизбежно. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Нечистая стремится к нечистому, а по закону Моисееву, который действовал в то время, свиньи считались нечистыми животными, некошерными, они были запрещены в употреблении в пищу. С чем это может быть связано? Прежде всего, народы Ханаана приносили своим богам в жертву именно свиное мясо, мясо свиней. Они воскуряли, сжигали на жертвенники это мясо, эту кровь лили на огонь, свиной кровь. И чтобы удалить еврейский народ от возможности совершения такой жертвы, Господь запретил даже как пищу вкушать свинину. Есть другое объяснение. В условиях жаркого климата свиное мясо портится значительно быстрее, чем любое другое мясо. А так как Господь промышляет не только о спасении нашей души, но он проявляет заботу и о здоровье нашего тела, то здесь был и некий такой, если хотите, медицинский смысл осуществить такой запрет, особенно в течение сорока лет скитания по Синайской пустыне, где действительно климат крайне знойный. Итак, бесы хотят войти в свиней. И тут на горе паслось большое стадо свиней. А откуда там свинья? Ну, во-первых, мы видим, что этот бесноватый из этого города, из страны Годаринской, он говорит о Боге, как о Боге Всевышнем, а это обращение, которое было свойственно язычникам, возможно, что там было немало язычников. Но есть другое объяснение. Язычников все-таки на Святой Земле не было так много. В Галилее, да, там было смешанное население. А если говорить о стране Годаринской, здесь ситуация была немножко иная. Возможно, что иудеи разводили свиней не для себя, а для язычников, чтобы им продавать это свиное мясо. Известно, что греки очень обожали свинину. Если мы посмотрим творения Гомера, Илиада и Одиссей, то там, когда говорится о свинопасах, как говорится о них очень так возвышенно, даже помпезно, божественный свинопас. Вот такое было отношение к свинопасу, к свиньям, потому что это как бы пища богов, и эллинский мир отдавал предпочтение этой пище. И ради бизнеса, ради наживы евреи, которым закон божий запрещал даже приближаться к свиньям, потому что это нечистые животные, а для них это бизнес. Если на этом можно заработать, почему бы на этом не заработать? Итак, бесы просят Христа, чтобы он позволил им войти в свиней. Он позволил им. И что происходит далее? Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Вот здесь возникает вопрос, для чего Христос позволил бесам войти в свиней. Во-первых, Господь не хотел, чтобы его народ нарушал закон Моисея, который тогда вполне был легитимен, действовал, и он действовал до того момента, пока завица в храме не разорвалась, в момент смерти Христа. С другой стороны, это главная мысль, Христос это сделал для того, чтобы показать нам, чтобы бесы, демоны и дьявол сделали бы со всеми нами, если бы Господь не сдерживал бы их. Я читал одну заметку со временем противостояния с Советским Союзом, когда была холодная война, американцы потом рассекретили некоторые данные, что несколько раз срабатывали контролирующие устройства и у них создавалось впечатление на радарах, что летят русские ракеты. Просто сбой в этой технике. И когда они хотели наносить ответный удар, несколько раз у них ничего не получалось. Мы не знаем, сколько раз подобные сбои были в Советском Союзе и сколько раз они тоже пытались может быть нанести ответный удар и у них тоже ничего не получалось. Потому что Господь одинаково контролирует в этом мире и добро и зло. И если бы бесы имели бы власть над каждым из нас, они бы уничтожили нас, люди бы живьем разодрали друг друга. Такую власть они будут иметь во дни Антихриста. О временах Антихриста, если мы посмотрим, что говорится в книге пророка Божия Даниила, это 12 глава, 1 стих, «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». И иногда мы удивляемся, человек наркоман, но Господь как-то его отдергивает, как-то его останавливает, приводит его в себя. однажды я наблюдал, как в метро по эскалатору катился пьяный человек. Он катился, докатился до самого низа, как раз я тоже находился рядом, я подошел, там милиционеры подбежали, и я спросил, что с ним? И милиционер сказал, все нормально, он пьяный. Я спросил, а почему все нормально? Если бы трезвый упал бы, он бы там пытался как-то блоки там остановиться и поломал бы себе руки и ноги. А этот как растение прокатился. Господь заботится о всех, Господь промышляет о всех. И вот в этом событии в земле Годоринской он показал, что бы дьявол сделал со всеми нами, если бы имел власть, бесы вошли бы в нас и бросили бы с крутизны в бездну огня ядерного Армагеддона и ничего бы уже не осталось. И если мы живы, несмотря на наши грехи, наши проблемы, если живы знакомые нам люди с такими же проблемами, то только потому, что Господь ограничивает силы зла. И здесь уместно вспомнить книгу Иова, где говорится о том, как дьявол хотел искушать Иова, но Господь всякий раз полагал для него предел. Вот это ты можешь сделать, а это ты сделать не можешь. Как говорят в русском народе, бодливой корове Бог рок не дал. Смотрите, какая была реакция пастухов. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, а в других евангелиях уточняется, что чуть ли не весь город вышел. И придя к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Казалось бы, а чему же они ужаснулись? Они не возрадовались за этого человека, хотя мы знаем, что они пытались сохранить его жизнь, для этого заковывали его или их в цепи. А почему же они ужаснулись? Смотрите, и просили его, то есть Христа, весь народ Годаринской окрестности, то есть всей толпой, удалиться от них. Почему? Потому что они объяты были великим страхом, он вошел в лодку и возвратился. И если мы внимательно сопоставляем три истории об этом чуде, у Луки, Марка и Матфея главная причина, почему они попросили Христа удалиться, их бизнес потерпел крах. Они не слышат больше визга этих свиней, их доход упал, и хотя они видят чудо исцеления бесноватого, бесноватых, для них главное это их бизнес. Они не способны простить Христа, который на самом деле спас их от нарушения Божьего закона и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них. Толпа со своими дикими природными инстинктами она всегда избирает не Христа, а ворову, убийцу. Толпа всегда выбирая между Христом и дьяволом, подчиняясь своим падшим инстинктом избирает лукавого. И что происходит? Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, то есть Христа, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой. и расскажи, что сотворил тебе Бог. Здесь Христос свидетельствует о том, что он истинный Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Христос не смог прийти в этот город для проповеди, но туда идет бывший бесноватый, или два бывших бесноватых, и они проповедуют. Их проповедь без сомнения была услышана, потому что все знали о судьбу этих бесноватых, этого бесноватого. Все видели, как их связывали цепями, но они силой дьявольской все разрывали, а теперь они здоровые. Самим своим видом они свидетельствуют о том, что Бог сам прикоснулся к ним и совершил чудо их полного исцеления. Может быть, кто-то считает себя таким же бесноватым, может быть, кто-то, кто утопает в грехах, считает себя одержимым этими грехами, но если силы Иисуса Христа ты сможешь все это преодолеть в себе, ты сможешь засвидетельствовать о том, кем ты был и кем ты стал во Христе и со Христом. Если мы читаем творение святителя Иоанна Златоуста, у него была переписка с одним боярином по имени Федор, и этот Федор был бесноватый, и он очень переживал этот бесноватый, что дьявол его бросал на пол прямо в церкви и сотрясал его тело. И Златоуст писал ему слова утешения. Ты бесноватый, ну и что? Ты любишь Господа и продолжай его любить. Он так писал, наверное, имея в виду, что ему надо дождаться этому бесноватому исцеления. И Златоуст даже приводит такой пример. Если по улице идет человек, а кто-то его толкает, и тот падает, кто виноват? Тот, кто упал или тот, кто толкнул? И он объясняет этому Федору боярину, что если дьявол его бросает на землю, то здесь вина дьявола, а он должен из глубины вот этого своего собственного ада, бесноватости, продолжать веровать во Иисуса Христа. Любите Иисуса Христа и надеяться на исцеление. Мы знаем, что служка преподобного Серафима Саровского в течение длительного времени был бесноватым, Мотовилов, известный Мотовилов, но силой Христа, божественной благодати освободился от этого состояния. Сейчас Гадаринская страна это и вся Россия, где обитают бесноватые, это и все восточное полушарие, и все западное полушарие, весь мир находится в состоянии одержимости и бесноватости. Но Христос хочет прийти в наши города, Он хочет прийти в наши села, и иногда когда народ не хочет его принимать в свои города, в свои села, Он призывает нас, бывших бесноватых, бывших грешников, бывших падших людей, Он призывает нас к себе, чтобы исцелить нас и нас отправить на миссию проповеди Евангелия. Чтобы придя на эту миссию, мы говорили грешникам, да мы были хуже вас, мы значительно были хуже вас, но силой Христа мы кто-то или что-то, и мы знаем, что мир никто и ничто без Христа. Итак, те уроки нравственные, которые мы должны выучить из сегодняшнего евангельского чтения, они касаются и божественной милости, которая контролирует и ограничивает дьявольские силы зла, сдерживая их, и эти уроки касаются вопроса, что, когда мы преодолеваем в себе самих искушение сил зла, мы можем стать вестниками Христовой веры, как в молитвенном правиле мы читаем, как прежде служили сатане льстивому, наипаче послужим тебе Господи. Спаси Господь. Господь.